Всем привет, с вами Тома и мы начинаем наш крафтовый стрим, на котором мы будем вязать пушина! Все любят пушина, кто любит пушину? У меня пушина, по-моему, никакого нет, у меня есть только вот такой котяра, которого мне ёршик дарила. Вот, и перед тем, как я открою схему с пушином на планшете, которую я, кстати, закину потом в... во что? Не знаю, как минимум я её закину к фотографиям, вот, если я буду публиковать записи на ютубе, то и туда тоже. И я вам перед этим хотела показать кое-что, пока народ дособирается и вообще. Я просто хотела как бы показывать, что делаю периодически, вот, поэтому хотела вам показать поню, которую я сейчас вижу. Это будет осочка, вот, но вполне возможно, что на её основе я потом буду делать и других селестивидных поняш, принцессовидных. Сейчас я вам фокус немножко покажу. Да, фокус, фокус. Вот, короче, как это, прототип, разработка и всё такое, она ещё в процессе. Вот, это будет, вот эта непосредственно тушка будет оской, вот, но ещё раз говорю, что вполне возможно, что на её основе я потом ещё сделаю таких других. А может, не сделаю. Как пойдём? Очень мимимишная получается. Если что, её я вяжу вот просто из головы, ни по каким описаниям. Вот, и по сравнению с кексом, но она достаточно высокая. Конь. Боготырский. Боготырский конь. И вот это ухо надо перевязать. Ну, немножко отличается от первого. Надо переделать. Переделать. Вот. И ещё хотела показать результат окрашивания мехами. А тоже девочки просили. Так, лошадь пока уходи. Мех хотела ещё показать. Это второй и третий результат. Сейчас в процессе ещё... Нет, это первый и второй результат. Сейчас в процессе ещё третий результат, потому что мне надо более синий оттенок. Хотя вам на камеру это особо не видно. Но они такие более фиолетовые, чем синие. Ну, да. Короче, мне надо ещё более синий оттенок, поэтому там сохнет третий вариант. Но в целом результат получился достаточно прикольный. Вот самый первый. Вот такой розовенький даже больше. Розово-сиреневый. Вот это такой более фиолетовый второй вариант. И третий вариант сейчас такой скорее синий, чем фиолетовый. Который я, скорее всего, и буду использовать. Вот. Окрашивала я, если что, фукорцином и чернилами. Вот. Вечер добрый. Безгривы, похожий на мышь. Ну, мордочка у неё такая достаточно... Да, такая... Так, это пушиновские конечности тут уже валяются. Мордочка у неё достаточно такая... Ну, носит аккуратненько. Я не хотела особо ей размашить. И носит. Вроде мех не красит руки. Я надеюсь. Посмотрим, как ещё синий вариант с большой долей чернил себя поведёт. Сейчас я открою. Спушу на схему. Так, это у нас глаза. Да, новый чемоданчик себе. Фикс прайсе откопала. Прикольный такой. Под всякую эту самую мелочёвку. Очень удобно. Тут такой раз. Такой раз. Всё достал. Деловой спасу... Нету. Ня. Всем привет. Вышел тизер-трейлер с Холодного сердца 2. Я ещё не видела. Не видела я. А где... А ну ладно. Если в принципе вышел, то наверное где-нибудь он есть. Окей. Если я не забуду, а я могу забыть, я посмотрю после стрима. Наверное. Я постараюсь. Просто в прошлый раз я всё забыла посмотреть, что я говорила. Поэтому я не уверена. Это сейчас да. Так, где у меня тут моя волшебная ссылка? Я хочу, конечно же, пушина единорога. Поэтому хвост моему вязать не будем. Уши, лапы я ему уже связала. Вот. Хвост моему полосатый вязать его не будем. Мы будем вязать хвост спиральками разноцветными из вот этой пряжи, которую Дэль присылала. Вот. Схема не моя. Схема в интернетах. И я её, как уже сказала, оставлю ссылку на неё где-нибудь. Как минимум под фотками. Так, как бы мне тут тебя положить, чтобы видеть и чтобы вязать место мало. Так, вот так допустим. Окей, всё, начинаем вязать. И рок ему надо не забыть сделать. Я себя буду забывать делать рок. Вы меня там пните, пожалуйста. Фокус норм, всё там. Если что не в фокусе, то уж пишите. Потому что мне лампа светит, я не особо вижу, что там происходит на экране. Я тут просто всё приму и открою чат. Если ему зло сильно громко, то уж пишите. Я надеюсь, ок. Ой, где мой маркер? Маркер. Вернись. Я в прошлый раз хотела сказать, обожаю запах фукорцина. Не пробовала просто краску для меха купить. Понимаешь, Эдель? Краска для меха стоит дороже, чем просто фукорцина чернила. Плюс, как бы, мне особо некогда было ездить по магазинам её и искать. Ну, скорее всего, в одном месте, может быть, она и есть. У нас там есть один большой крафтерский магазин, даже два. Может быть, в них она и есть. Но оба этих магазина очень далеко от моего дома. И я решила, что поскольку мне надо, в принципе, цвет, который можно получить смешиванием натуральных, в кавычках, красителей. Перед стримом успел посмотреть новую серию Леди Баг. А новую-новую? Ещё новую? Не ту, которая про Рождество. Там ещё одна вышла? Я за ними уже не успеваю. С этими сериями Леди Баг. Или это всё ещё про Рождество? Или там уже ещё одна вышла? Если ещё одна вышла, надо посмотреть. То ни одной серии, это сразу с копом, да? Это они и умеют. Любят и практикуют. Ничего не пропустили? Мы только начинаем. Я показывала результаты окрашивания меха и поньку, над которой сейчас работаю. Но всё это, в принципе, будет потом во влоге, я думаю. Где-нибудь через какое-то время. Достала своё вязание. Так все расселись и начали в кружочек вязать. С дэшкой сзади это коврик. Для мышки. Ну, для не мышки, мышки. Хотя, вы знаете, у меня мышка очень приноровилась ложиться передо мной на стол. В том числе на коврик. Так что этот коврик для обеих мышек. И компьютерный, и пушистый. Так что если где-то на столе заметите шерсть, сорян. Но я вроде бы это самое попыталась убраться перед стримом. Но это животное, оно, знаете, такое у меня. Любит где-нибудь свою шерстушку оставить. В большом количестве. Смотрела немножко видео про Силер Муна. Когда вы показали кулон и значок, я уж вспомнила, как ходила по ним в магазин и искала хоть какой-то мерч Силер Муна. Спасибо, Луна. Мне его кто-то дарил на РБК или Дёрпфесте на каком-то или Пуни Радио Коне. Я не помню, с какого конвента я его привозила, честно говоря. С какого-то привозила. Большое спасибо, кто дарил. Я не помню кто. Серьёзно. Ещё одна про подругу мастера Фу. Ух ты, про китайских бабушек. Огонь. Мои успехи в вязании пока продвигаются хорошо. Уже могу делать воздушные петли. Первый раз вязал плюшевую... Взял первый... Первый раз взял плюшевую фиолетовую пряжу. На ней сложно начинать. Сегодня взял силёную пряжу акрил плюс хлопок. Буду пробовать на ней. Ну, с плюша, наверное, тяжело начинать. Наверное, проще начинать всё-таки на чём-то более обычном. Может, мне вот так как-то... Подождите, сейчас. Один... Если камера отвалится, я переправлю. Я просто хвост уберу, а то он мне... Вот, может, как-то вот так сесть? Обнять лампу. Ну, я, короче, держалку от камеры обнимаю. Если что, мы с камерой прям так рука об руку сидим. А то мне как-то неудобно было. Вот, удачи в начинании. Да, Эдель, пора посылочку. Номер записала. Так, это я наушникам стукнулась. Проверю. А потом, как... Как, 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 как. Ну, в прошлый раз вроде где-то недельки за полторы уже и пришло. Значок и кулон дарила я. Года два назад, наверное, по почте. Ещё рисуночки в посылке были. Ага, вот кого надо благодарить. Спасибо больше. А, значит, это ты искал, да, кулончики. Понятно. А я даже не знаю. Может быть, у нас такой мерч где-то и попадался. Но я как-то в своё время не это самое, не видела. Мне кажется, знаете, вот я, по-моему, вспоминаю ту вещь, что вообще с мерчем по Силар Мун было достаточно туго даже в самой Японии. Мне кажется, основная волна мерча была к 25-летию бренда. Вот тогда было всё. А до этого как-то с мерчом и в самой Японии было, ну, так, не очень. Прям много. Ну, был, понятное дело, всякие там вот эти жезлы, брошки, статуэтки. Но вот к 25-летию бренда прям мерча было вообще завались. Ну, конечно, не у нас. Привет-то подходит. Онлайн-коржок вязания, да. Так, идите смотрите новую серию, только мне потом не спойлерите, потому что я сейчас не буду её смотреть. Потому что я сейчас вяжу. Поэтому я при всём желании посмотреть не смогу. Лежит три недовязанных игрушки, жду глазки с Алика, всё, никогда идти не могут. Это обидно, когда недовязанные игрушки из-за того, что глазки с Алика идут. А я-то всё думаю, когда мне заказывать ещё партию глаз с Алика тоже. Пока вроде есть, но никогда не знаешь, когда они очень бурно начнут расходиться. А ещё я всё думаю попробовать найти пучки для ресниц и попробовать с ними делать глазки. Ну, короче, чтобы они были, типа, с ресничками. Иначе, что пока тут тоже в округе нигде не видела, а далеко ехать как-то лениво. Зима, она такая. Так вот, чё, ехать куда-то? Да не. И это не про меня. А пушина в субботу разыгрывать будем? Будем, но не в эту. Мы разыгрываем игрушки в конце месяца. Соответственно, в конце февраля мы будем разыгрывать пушина, даже если я сегодня его внезапно довяжу. Вот. Если такое вдруг случится, то разыгрывать мы его будем всё равно в конце месяца. А, а, а. Я просто решила заранее сделать. Вот. Чтобы уже был и уже не думать об этом. У меня в городе два магазина с мерчем, но там по мелочи что-то было. Как раз таки значок и кулон я в одном из них нашла. Там, конечно, были фигурки вроде как даже манго. Но в то время, да и сейчас, я без денежков. Это мне знакомая ситуация. Вот. У нас один анимешный магазин остался. У нас в своё время их было даже несколько. Но достаточно мелкие все. И сейчас у нас остался, по-моему, один всего магазинчик. И там как бы мерч по аниме. И всякие там другие тоже фэнтомы. Ну, короче, такой мультифандомный на самом деле. Ну, с уклоном в аниме. Но я там, по-моему, никогда ничего не покупала, честно. Вот. Потому что, как и остальные анимешные магазинчики, он по принципу, знаете, заказал с Алика, продал тут дороже. Поэтому, как бы, мы уже, когда у нас уже начал работать этот магазин, мы уже сами просекли фишку в то, что можно... Ну, тогда ещё не Алик был, тогда ещё и Бэй был. В общем, и как-то переплачивать, ну, не очень хотелось. Поэтому, если очень нужно что-то было, то проще было заказать напрямую. Вот. Потому что такие, конечно, магазинчики только с наценки и живут. То есть они где-то, ну, им приходится почти 100% накручивать, чтобы хоть как-то аренду отбивать. Вот. А помню, когда у нас в городе ещё своего магазинчика не было, был в Туле. Мы тогда в Тулу ещё часто мотались. И, короче, как это самое с такими, знаете, слюнями обтекаешь, стоишь в этом магазине. Анна, большое спасибо за продление подписки на восьмой месяц. Спасибо большое. Короче, когда аниме-магазинчики были в новинку, помню ещё тогда в Москву, когда периодически ездили там на комиссию, на фестиваль комиксов, ещё куда-то. Тоже заезжаешь в этот... Куда-нибудь там на Горбушке были аниме-магазинчики, ещё там в одном месте. Такой тоже приезжаешь, такой, боже мой, фигурки, диски, манго, всякая фигня. Как правило, я почти ничего не покупал, потому что всё было очень дорого. Но вот знаете, как вот это, виндоу-шоппинг, поглазеть, это был вообще самое то. Некоторые такие старые ностальгируют, а мне прям грустненько, что я 2001 года рождения только. Ну, как бы, у вас своё было детство. У вас по чём своём есть ностальгировать. Вот. Все мы когда-то были детями. Привет. Сижу на остановке, жду автобус. Смотри, не засмотрись и не пропусти автобус. А то такой просидишь, и потом замёрзнешь. Если пропустишь. Хотя вроде ничего особо интересного не происходит, поэтому я думаю, что пропустить будет сложно. Я помню в музыкалку, когда вот как раз таки ездила, я ездила очень далеко, потому что нас перевели в ту школу, где были знакомые наши преподавательницы, а не та, которая была ближе к дому, понятное дело. И от меня это было вообще у чёрта на куличках. И причём в таком захолустье, откуда было очень сложно добираться. И, в общем, там было два варианта. Либо ты садишься на автобус, который ездил где-то раз в 40 минут. Либо ты топаешь на огромный холм вверх. Там надо было топать, не знаю, минут 25 только вверх по склону. То есть, короче, классический такой овраг. Вот. И потом идёшь ещё 15 минут чешешь до трамвая. Ну, конечно, все выбирали вариант подождать автобус, но если вот автобус вдруг пропускал, то было вообще жесть. Иду завтра к репетитору. Ну, у репетитора это дело такое, стрим потом можно и в записи полистать. А репетитору дело нужно, особенно эти какие-нибудь там экзамены в обозримом будущем. Я тоже ходила к репетитору. Я скоро буду, как Юли Цезарь, считать петли и читать чат одновременно. Хотя вот этот круг, допустим, начальный, я уже, честно говоря, мне кажется, спустя столько кексов нужно уже закрытыми глазами взять. Нас в комикс-шоп завезли Джоджо на английском. Проще дождаться что-то по Джоже в комикс-шопе, чем в аниме магазине. Ну, это да. Каким бы тёплыми воспоминаниями казались... Каким бы тёплым по воспоминаниям ни казалось с детства, я больше рад настоящему времени с интернетом, смартфоном и технологиями. Я уже не особо анимешница, но мой период шестой-седьмой... Мой период с шестого-седьмого до девятого класса сейчас уже не так фанатично иногда смотрю. Ну, я так-то тоже уже не так фанатично. Вот. А по поводу детства, технологий и прочего, так, дальше мы начинаем вводить серый, тёмный серый цвет. Так, рок. Как бы мне его не забыть, этот рок сделать. Так, дальше мы вводим серый, тёмный. Короче, в принципе, да, я согласна, что всё-таки с интернетом, технологиями и прочими сейчас гораздо лучше, потому что я вам уже рассказывала печальные истории, как и когда у меня ещё не было интернета и компьютера, но было куча свободного времени в одно лето. Прям очень много. В десятом классе, когда не было никаких экзаменов, никуда чего. Все разъехались, я как идиот сидела тут пару месяцев одна совершенно в городе. Вот это я прочувствовала, знаете, это вообще просто был пипец. Так, три... Так, чё-чё-чё-чё-чё происходит? Мария Фата, большое спасибо за поддержку. Сердечко тебе. Вот могу с рэрити сердечко показать. Вот, поэтому, если бы у меня тогда был интернет, слушайте, у меня бы никаких проблем не было. А то вот серьёзно, прям аж на стенку лезть хотелось. Так, дальше десять тёмно-серых. Я. Раз. Плохо было начало ряда помещено. Раз, два, три, да. Сложные математические расчёты, куда прицепить маркер. Так, раз. Два. 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 Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Это, если что, полоски на спине уже. Привет всем. Три настроения отсты. Посижу тут с вами меньше, чем три. Так, это у кого у нас? Уэн Мари? Сиди с нами. Это самое, как-то витаминки кушай. Скорее всего, уже витаминоз банально доливает. Печалька такая есть у нас. Что настроение не очень. Короче, мне иногда кажется, что из-за своё время, из-за отсутствия интернетов, у меня какая-то, не знаю, ну не отсталась в развитии. Нет. Ну вот какая-то по отношению с современными детьми, я себя чувствую немного как бы то есть у меня всё началось позже, чем у них. И из-за этого у меня какое-то, знаете, ощущение постоянное, что меня вот какое-то вот время, у меня просто отняли, отворовали, я не знаю. Ну то есть у меня вот то, что было у меня, вот у вас сейчас, у кто вот после 2000-го родился, у вас сейчас это происходит раньше намного. Всё. От косплея, от увлечения аниме, от прочего-прочего. То есть вы уже это переделали давно, вот, а я как бы в вашем возрасте только этим начинала увлекаться. Ну то есть сейчас, короче, анимешками всё увлекаются ещё в школе, а я аниме увлекалась уже начиная считать в студенческие годы, ну вот последний класс. Короче, всё очень печально. Сколько у вас стоят крючки и пряжа? У нас плюшевая стоила 65 гривен, а крючок 30 гривен. Сегодня пряжа вышла 30 гривен, а крючок 16. Господи. Знаешь, очень зависит от фирмы. От фирмы и от как бы наценки того места, где погубаешь. Потому что я вот вяжу практически из одной из самых дешёвых пряж акриловая стопроцентная детская новинка. Она самая дешёвая, которую я знаю, по-моему. Вот. Но она меня полностью устраивает почему-то. В смысле, мне норм. Никто не жаловался. цветовая палитра мне нравится. По ощущениям мне тоже всё нравится. Должно быть 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, не знаю, что здесь. 21, 22, 23. Вот. И, короче, то есть, если, конечно, там брать, ну, в принципе, акрил, наверное, сам по себе, наверное, самая дешёвая разновидность пряжи. Но если брать какие-то модные зарубежные марки неотечественные, то она будет дороже гораздо. Вот. И то есть, по-разному, по-разному. Так. Дальше мы вяжем ещё 3. Только, наверное, не 3, а 2. Потому что я вяжу, точнее, не 2, а 1. Короче, я буду вязать по этому самому по рисунку, потому что я как бы тут вяжу не по спирали, а по соединительными петлями, чтобы было ровнее. Поэтому я буду так только, наверное, хотя нет, дальше правильно. Я буду, короче, подстраивать полоски под свой рисунок. а, стоп, стоп, не та нитка. Где она? Короче, у неё же полоски должны быть равномерными, по идее, потому что, как тут написано, у меня полоски будут неравномерными, поэтому мы будем переделывать на ходу. Моё любимое, переделывать на ходу. у меня целый год своровали, не понимая современную... Так, подождите, пропустила, пропустили. Так, давайте по порядку, короче. Ля-ля-ля-ля-ля, аниме-магазин впервые попал в 2012-м. Ну, я чуть раньше, наверное, в 10-м, в 9-м. Селлормун, покемон, зелёная король... зена королева воинов, бакуган, моё детство, хотя я сейчас с удовольствием смотрю. Ну, где-то да, только бакуган я не смотрела свыше перечисленного. Сколько... Так, Крючки сказала. У вас не было такого чувства, что вы завидовали людям, которые родились раньше вас и имели возможность увидеть вживую каких-нибудь известных людей, которые на момент вашего рождения уже умерли, ибо мне прям как-то грустно стало, что в 91-м году умер Фредди Меркьюри. Я бы всё отдала, чтобы побывать на концерте Квинн. Короче, нет, Богемскую Рапсодию, кстати, ещё не смотрели, но я надеюсь, посмотреть. В общем, как ни странно, но нет, мне вот нет, не хотелось никогда жить ещё раньше, серьёзно. Мне кажется, ничего хорошего в те периоды, как бы, у нас особо не было. То есть, не, ну, были понятны какие-то интересные вещи, но мне кажется, что... Я помню ещё, знаете, этот дефицит в магазинах, это всё, это всё было не очень, серьёзно. То есть, это, в принципе, меня немножко коснулось, вот я как раз-таки в районе перестройки моё детство было, и я не скажу, что как-то было кайфово, когда тебе, может, и могут купить что-нибудь, но нечего, вот, и в общем, как бы, нет, не хотела. У меня компьютер с 98-го, но интернета, конечно, не было, поэтому, когда летом все разъехались, я не на правед играла в первых Симсов. У меня на тот момент, вот я, кстати, не помню, может быть, уже даже и был, вот я не помню, мне в 10-м, или в 9-м, или в 11-м классе компьютер купили. Даже если у меня компьютер и был, то да, интернета у меня всё равно при этом не было, и играть мне было, ну, как бы, что там, максимум какие-нибудь червячки у меня стояли, Армагеддон, да, там это в то время было, там герои третий, может быть, стояли, как бы, и всё равно одному не прикольно, скучно, и как бы, в общем, вот такое. Народ ходил с альбомами из-под фоток, только там были стикеры для обмена. А, ну это да, это то же самое. Я и так сейчас хожу, я сейчас на конвенты езжу до сих пор, езжу, вот когда наклейки были какие-то, я до сих пор вожу наклейки для обмена в альбомах для фотографий, ну и тогда то же самое было. У меня с тех пор это тоже привычка. Лучшая вещь. Я ещё в школе торговала, что наклейками, рассказывают, уху истории, во втором, в третьем классе, не помню. Вот. И тоже носила их, нет, вру, тогда я носила, по-моему, их в пенальчике, не в альбоме. Ну, короче, такая тема. А ещё мы бутылки сдавали из-под газировки, когда из-под лимонадо, когда из-под пиваса, когда из-под молока, чё находили, то сдавали. А то так, отнесёшь бутылок и мороженка. Сегодня целый день фоткали морских свинок с подругой из 143 нормальных штук 15. Это норма. Это нормально, ты вроде не так вон эти тупишь. Я? Ну, я... Нет. В принципе, в плане компьютерной грамотности, то вроде как всё ок. Я чисто именно про... Ну, нет, я, конечно, допустим, современные тенденции просто за ними не слежу, там какие-то современные мемчики и всё такое. Вот. Я про, скорее, вот именно уровень развития увлечений. Так, чё у меня тут такое? Это вот это? А, это просто спожирная. Вот. Ну, короче, просто к вам это приходило гораздо раньше, чем ко мне, и когда уже как бы... Когда вы этим в школьные годы увлекаетесь, это более норм, чем когда я этим увлекалась, будучи уже более взрослым человеком. Так, вот. У меня целый год своровали, не понимая современную молодёжь, сижу в своём болоте клак-ква. Ква-ква-ква. А кто своровал-то год? В школе, смысле, в перепереходах? Мне кто-то удалил мою папку мод для симс. Я весь вечер сидела, искала в интернете эти моды, а их там было около трёх тысяч. Ближе к десяти вечера зашёл в свою папку и нашёл все свои моды, я и забыл, что я их сохранял, так, наконец-то, сел в маршрутку. Ничего себе, кто-то такой злостный папку мод сняс. Ничего себе. Так, я тут, конечно же, кто помнит, сколько я вяжу? Где у меня вообще свяжутся? Тут уже второй ряд пошёл, да? Их надо два. Это классно, вяжу просто такая. Я не буду вязать в спирали, я буду вязать соединительными и такая кстати, да. Фигуля-то я не по спирали вяжу. В смысле, они соединительными метлами. Вот, это ряд был. Тупенький, Тома. Вот, теперь пошли. Раз. Да. Это норма. Таких нам надо два полных серых. Всё, внимательность закончилась. Начали тупить. и это норма. Надо, чтобы полоски были равномерными, а там всё равно. Его потом, по идее, надо будет складывать как-то вот так, что ли. Как тебя складывать потом будет? Ну, короче, вот, чтобы полоски были однаковые. Сложим как-нибудь. В общем, два серых ряда, а там всё равно. У меня в классе никто аниме не любит, кроме меня, не с кем разделить увлечения. Я, когда в универе училась, у меня тоже в группе, по-моему, никто моё увлечение не разделял. В классе вот у меня только одна подружка моё увлечение разделяла. Поэтому на этот счёт есть аниме-клубы. Я думаю, до сих пор есть какие-то вот такие сборища, как вот у броней, у анимешников, потому что, ну да, это такие увлечения, которые, знаете, разделяют далеко не все ваши окружающие... Я делаю петлю подъёма? В баню. Даже если не делаю. в общем, да. Так что интернет вам в помощь. Обычно люди достаточно адекватные. так, так, и ещё один ряд серый. Два ряда серых. Вот инсер и друг белый. у нас новинка в среднем ценовом диапазоне. Ну, может быть, у вас другие пряжи какие-то ещё есть. Вот, потому что как бы я думаю, многое зависит от всё-таки локации. Одно дело, там, если пряжа печатается где-то в центре России, её доставить в центр России, другое дело, её к вам туда в Владивосток везти поездами, самолётами. Поэтому вполне возможно, что какая-то локальная тут пряжа подешевше, чем ваша. А у вас, может, наоборот, какие-нибудь китайские, японские обращики дешевле есть. Как хорошо попить. Я брал плюшевую Dolphin Baby и акрил плюс хлопок. Я рад, что живу именно сейчас. Мне нравится по большой части возможности. Что есть сейчас, можно считать, я побывал немного во время 90-е сейчас, и когда спрашивают в школе, в каком веке вы бы хотели жить, я говорил, что меня и тут неплохо кормят. Спасибо большое, Джейк. Ну да, я, знаете, согласна, что меня тоже тут неплохо кормят, поэтому нет. Мне кажется, это, ну, как-то нет, но есть, наверное, люди, которые хотели бы жить в другой эпохе, в другое время, но мне кажется, каждый из нас все-таки, когда ты уже вырос в определенной эпохе, то она уже является частью тебя, и тебе в другое время было бы, знаете, может быть, одно тебе было бы норм, но по поводу всего другого у тебя бы жутко бы гуртило. например, то, что те же права женщин, там еще что-нибудь, я не знаю, такого плана. Короче, плюшевые пляжи, плюшевые пляжи, я держала в руках, вообще-то в магазинах. картопу обе турецкая, не знаю, может быть, у нас видела, но точно не трогала. Ализе, Лана Голд, 50-50, эту, по-моему, видела Лана Голд у нас. Ну вот, кроха, полушерсть, или кроха-шерсть, нет, по-моему, кроха-полушерсть, как раз-таки, новинка, не новинка, господи, а приз детский, вот там полушерсть, точно. Как бы, ну, короче, у всех свои предпочтения в пляже. Всем разное нравится, как ни странно. Поэтому это, как бы, норм. Так, я думаю, что мы сделаем вот так. Где там эта штука? Так. Сегодня без донатов. У меня твич незаконно деньги снял. Куда он у тебя их снял? Зачем? В любом случае, спасибо за желание поддержать. Мне нравится старая музыка. Короче, я когда, вот, в школьные годы, я вообще слушала папкину кассету битлов. Несколько папкиных кассет битлов. Так что, это как бы, это норм. И Квин, кстати, там тоже у них был. Да, ну, как бы, это ж дело такое. Музыкальные предпочтения, не знаете вообще, кто-то классику слушает. так, мышься. Огромное спасибо за поддержку. Так, я все время наушниками бью гуся, гуся моего. Большое спасибо за поддержку. У меня где-то двоеточие три там, далеко по этому, вот, сердечко. Такой краб. Путин краб. Шутка. Юмора сейчас прибегут. Прослушиватели. Ее витамины, но все равно что-то кроет и на улице никак не потеплеет, бесит, минутка не те. Меня тоже, кстати, кроет, и я вам страшную вещь сразу скажу, что на следующей неделе стримов не будет. И видосов, скорее всего, тоже. Мне надо взять перерывчик на неделю, чтобы чисто позаниматься крафтом, потому что я чувствую, что у меня некий, знаете, такой, вот еще чуть-чуть и докачусь до депрессии. Поэтому мне надо спокойно сесть и позаниматься крафтом, как раз еще денежка нужна на подарки, на всякие эти 8 марта и прочее. Вот, поэтому, в общем, на следующей неделе я беру перерыв. Я отработала плотно больше, ну, как бы, этот месяц полностью, там, с каникулы январских. Плюс и на каникулах-то январских мы с Крисом стримили. Так что, короче, я беру отпуск на неделю до второго. А так-то я тоже пью, но я пью просто аскорутин, там, витамин С, там, ничего такого. Так, про возможности. Ага, дочитала, тоже заболела. Вот и я опять заболела, Алена дошила шапку. Поздравляем, если я правильно ник прочитала. Помню, коричневые бутылки были дороже всего, особенно если чисто и без этикеток собирали в ванну воды и загружали-то бутылки мыли. Да-да, конечно же, обязательно этикеточки отмыть с мыльцем, там все, короче, святое дело. Ну, знаете, тогда, когда было не зазорно заниматься, вот сейчас бы я, наверное, уже не нашла бы в себе сил, будучи ребенком, даже, там, бегать возле пивных точек и у дяденек отбирать бутылки пустые, грубо говоря, да, я сейчас даже не уверена, сейчас, наверное, бутылочные уже так, а сейчас вообще бутылки принимают где-то или уже нет? Мне кажется, наверное, нет. Короче, вы нас вообще не поймете, чем мы тогда занимались и зачем. Кто за популярностью мемов вообще следит? Ну, я не знаю, допустим, ну, как-то, я очень часто натыкаюсь на то, что я не понимаю вообще, о чем речь. Детская новинка у нас стоит 100-110. У вас дороже, да, это у нас как будто уже такой средний ценовой диапазон тоже. У нас вот в районе 65-70 сейчас стоит в среднем. Так, 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 мне удается найти общий язык с людьми даже по общим интересам. Ну, конечно, да, общий интерес это не залог того, что вы найдете с людьми общий язык, потому что для этого надо быть как минимум не стесняться и прочее, прочее. Вот, но, знаете, все-таки процент того, что вы сможете это сделать, такие немножко выше, чем, как бы, если совсем общих тем нету, да. Вот, хотя, допустим, у меня и вот из моих школьных подруг потом, как бы, ну, то есть, несмотря на то, что они не разделяли мои какие-то увлечения увлечения, они никогда меня не порицали за эти увлечения, то есть, как бы, ну, ок, хорошо, увлекайся. как бы, никто никогда ничего не говорил, там, если что-то хотелось рассказать нормально, как бы, слушали, то есть, не было такого, что, знаешь, да, опять же, мы не будем обсуждать эту фигню, вот, такого не было. Ну, и не сказать, что вы, я буду учеванием как-то там. ДНС, ты с работы пришла, спасибо большое за поддержку. Я вот, честно говоря, не помню, вот тебе тоже сердечко с рарити, мы сегодня сердечко с рарити с трясущимися ручками показываем. Короче, я не помню, чтобы мы в аниме-клубе там когда-то сильно много обсуждали аниме, честно. Ну, как бы, были общие там темы для гэгов, там, допустим, да, там, посмеяться над общей темой какой-то, но в основном мы занимались совершенно такой нейтральной планированием всяких мероприятий, там, что-то такое, то есть, как-то, как-то, и так норм было. Так. И на этом темно-серый заканчивается, кстати, его можно обрезать. А! Все. Кищ. 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 И мне надо счетчик, потому что дальше нам надо 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Семь рядов провязать этим светло-серым. только этот ряд еще провязать. Не мешало бы. Так, ой, пардоните. А, у тебя твич продлил автоматом подписку Криса? Понятное дело. Ну, он, да, он, короче, вы, если хотите, заранее не проглядывать подписку, вы от нее откажитесь за несколько дней до этого самого, потому что он ее автоматом снимает. Твич он такой. Да, в принципе, ютуб такой же. Боже, это лапы были. И хвост. Нет, хвоста там нет. Только лапы. В классе много фанатов лизунов, слаймов, продают их, делают на переменных, играют с ними на уроках. Да, я по главной ютубу заметила эту современную молодежную тенденцию, да и в магазинах их, кстати, как-то прибавилось. У нас в нашем детстве тоже были лизуны, еще прыгуны были и прочее, прочее, но я, честно, что тогда не понимала увлечения вот этим липким и гадким, что сейчас. То есть, я понимаю, конечно, что детям, наверное, это прикольно, но мне нафига это вообще в руки брать? Серьезно, что тогда было, что сейчас, но, наверное, это, в принципе, очень даже по-детскому такое детское хобби. Так, где у меня тут было или не тут? Нет, не тут. Где-то вот тут. Короче, я предлагаю дальше все-таки по спирали перейти. Я думаю, жопец у нас будет ровный. Вот так он будет, типа кот. Окей, ладно, да, будем отсчитывать тут ряды просто. Раз. Ряд, что мне уже надоело маркером переделать. Вот так Тома вяжет, короче. А, и так сойдет. Не, на самом деле, когда я на заказ игрушки вяжу или на продажу, естественно, я их так не вяжу, что по принципу, знаете, и так сойдет. Я распущу, переделаю как надо, чтобы ровненько, аккуратненько. А вам на розыгрыше достается всякая фигня, зато от души. От всей большой души. Не, ну а че, они ж не кривые получаются, нормально. А так они получаются более уникальными. У нас вся, правда, дорогая. Ну, это, наверное, обуславливается, что все-таки далеко до вас довозить еще. Настолько вдохновилась Рапсодия, вдохновилась Рапсодия, что нарисовала своих персов в образе участников группы Квин. Слушайте, надо посмотреть уже эту Рапсодию. Хочу обратно стать маленькой, потому что родители были живы, и мы были дико богаты, и сейчас с мужем на дожжиках сидим. Ну, я думаю, что родители это все-таки важнее, чем там были не были богатыми, но, к сожалению, уже не воротишь. Вот, поэтому цените близких, проводите с ними. Больше времени говорю я, и сама так не делаю, конечно же. Ну, как бы, вот этим вот все время страшное осознание до того, что ты знаешь, что надо проводить больше времени там с теми же родителями, но никогда этого, ну, я стараюсь к ним заходить несколько раз в неделю, все такое, но все равно я чувствую, что это немножко не то, что надо как-то по-другому. как-то неловко, что ли. Привет, кто подходит, не болейте, лечитесь, мы тоже болеем. Да, и Далья, это твоя пряжа на фоне, мы из нее хвостик будем вязать и гриву. Пушин это котик. Тоже Битлс в детстве слушал, дедово-кассеты, даже сейчас до сих пор есть три любимых трека, которые прослушиваем. Ну, я уже давно не слушала, но вот в мою молодость очень много Битлов слышала. Так, в окна не выходим. В окна отставить. Где-то читала, что Пушин женского пола. Да? То есть она Пушинка? Пушина? Ну, какая разница, собственно? Я никогда не думаю, что Пушин обязательно быть какого-то определенного пола. Котик и котик. По котикам, знаете, часто не видно, кто они там. Жэли, Мэ. В принципе, девочки более стройные, но Пушин же, он у нас явно такой фигуристый. Нет. Бочкообразный кот, поэтому там легко может быть, что девочка, что мальчик. Еще по поводу аниме, я как-то попала в школу в тот период, когда аниме было на диком хайпе. 7-8 года, Наруто вышел, у меня весь класс был анимешниками, в то время я как раз не особо аниме любила, не хотела в это вникать, но зато зарабатывала на этом, в интернете скачивала картинки из Наруто, распечатывала на принтере, продавала в школе по 10 рублей. Ну, вот, да, у меня примерно такая же предпринимательская деятельность была с наклейками, но только я, естественно, покупала пакетики, потом распродавала по одной, там, ну, чуть-чуть получалось навариться. Вот, а по поводу распечаток, мы вот как раз-таки тоже в 7-8 году начали делать аниме-фестивали, вот, первый у нас в 2008 был, и еще вот мы, я последний фестиваль делала в 13-м году, но в 13-м году, конечно, мы же такое не делали, но где-то 10-11, тогда стал еще, начал становиться популярным кей-поп, и я помню, что я печатала, по-моему, даже на работе, эти самые, на фото-бумаге постеры с какими-то кей-попными группами, и мы эти распечатки там по символической цене продавали потом на фестивалях, как мини-плакатики такие, вот, потому что большие плакаты с анимешными еще можно было доставить вещами, вот, а кей-поповские и тогда что-то еще, ну, как бы не были так популярны, они только начинали набирать обороты, и, короче, у нас даже покупали, распечатку себе на фото-бумаге, чем трехагер может заниматься, кроме медитирования, полирования, она занимает, полирование, художествами, может заниматься, у нее кейти-дерево с короной в виде розового сердца, что это может означать? Я думаю, для меня всегда трехагер была чем-то вроде хиппи, то есть, но хиппи, наверное, в том смысле, что не вот это вот, не те хиппи, которые были в 60-х, да, а вот что-то такое, ну, то есть, она может, 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 ну, она может, наверное, что-то выращивать, она, да, вот, медитирование, там, она может заниматься каким-нибудь изготовлением, фенечек, там, еще что-нибудь, такое вот, связанное с творчеством, с природой, с, таким, отшельническим, может быть, образом жизни, это, ну, кроме хиппи, это как-то называется, еще, ну, таким чем-то, короче, мир во всем мире, и прочие дела, косички плести может, нг критик, привет, есть еще тут, я с запозданием чат читаю, ты была на стриме Уликса, когда он Чародеек смотрел, так, ты, наверное, уже ушел, но я скажу, что я просто тогда мимо крокодил, в плане совсем мимо крокодила, я просто кликнула посмотреть, насколько трезвый Уликс стримит, вот, и я увидела, что он стримит Чародеек, и там кто-то в чате спросил, что вот эти вот девочки-волшебницы пошли с Сейлор Мун, но для меня, меня этот вопрос самому заинтересовал, я вики открыла, смотрю, что там первая такая Махасетза была еще вообще в 66 году, вот, ну, я кинула эту инфу просто в вики, сказала, что я пошла ужинать, то есть я реально просто вот открыла, побыла две минуты и ушла, потому что Чародеек, я, конечно, смотрела давным-давно, я уже, в Чародеек, кстати, мне больше нравится комикс, я просто дико фонотела в свое время от комикса по Винк, по Винкс, по Витч, Виттечес, как они там правильно, нет, просто Витч, да, был, короче, по Чародейкам, по комиксу, у меня очень тоже большая кипа этих комиксов, вот, и, как бы, вот, но, анимационную версию я смотрела один раз, и очень давно, я уже не помню, что они там реализовали, что они там не реализовали, поэтому, ну, и в любом случае я шла ужинать, я не оставалась, так, хочу схему пушина, схема пушина будет под записью, или под фотками, если записи не будет, а схемка, да, в группу, в группу все закину, схемка очень простая, вот, просто круг, и потом просто, вот, две полоски, и дальше вяжете до овала, лапки там, вот, такие маленькие, тоже по кругу, и ушки треугольничком, и все-таки схема, короче, изи, совсем изи, вот, так что, я потом обязательно закину, когда фотка будет, хоть готовая моя, ну, и если что, в речку могу скинуть раньше, если кому надо, пишите в речку, я вам скину, кто там у нас, рукодельница, давала экзамен по устному, собеседованию, русский язык, страшно звучит, как у вас погода, у нас погода очень, скачет, отепель, все тает, то мороз, гололед, песок, вот, песок вообще терпеть не могу, весь дом в песке уже, уже надоело подметать, постоянно, с улицы приходишь, и песок везде, ну, лучше песок, конечно, чем реагенты, но, короче, веселухо, помню, как купила себя лизуна, в виде руки на веревочке, размахивала им, лепила на дверь, в комнате, в итоге, двери остались, на двери остались жирные пятна, а я получила от мамы, вот, мне тоже, по-моему, кажется, что, когда я с каким-то лизуном пробовала играть, куда-то я что-то поставила, какое-то пятно, после чего, я их просто люто возненавидела, всей душой, этих дурацких лизунов, ну, реально, они какие-то жирные, противные, фи-фи-фи, фи-фи-фи, ну, хотя детям, наверное, такое нравится, я, я не, 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 не дитё, так, вроде не болею, только ноги болят, и правое плечо сегодня ходило в поликлинику, и чё сказали, вот у меня, кстати, тоже ноги болят, но у меня ноги болят, из-за, как бы, у меня, короче, по семейной линии, ВСД, и всё такое, поэтому, как бы, я знаю, что у меня ноги болят, мазюками всякими мажу, конечно же, но, что-то такое, знаете, уже, уже чувствую, скоро будет тот момент, когда я буду в ТЦ такая, лифт стоять, ждать, чтобы на третий этаж подняться, так, это у нас пятый ряд, ещё два, девочка-пушинка, окей, образ пушин с реальной кошки взят, ага, то есть это, не, я знаю, что с реальной, то есть это была кошка в реальной жизни, да, то есть это пушинка, ну, короче, надо было более понятно называть кошку, где-то нашёл кассету украинских песен, и много раз слушал, сейчас так, сейчас такой, как я это вообще слушаю, мне в школьные годы очень нравилась песенка, как это называлось, не помню группа, песенка про конника, который без ног и, вообще, конечно, купила мама конника, что-то там, который, ой, это вообще ржака была, ну, она на украинском, ну, или мне так казалось, по крайней мере, по мне, она просто любит природу, ну, она вот, мне кажется, трехагер такой образ, который вот именно, знаете, не просто любит природу, а у неё весь образ жизни заточен вот про подъёгу, медитацию, вот эти вот какие-то там чаи, вот, вот, знаете, такой ЗОЖ, который направлен именно на гармонизацию с природой, типа того, вот. Мне тоже эта тема коснулась, пусть и ненадолго, даже какой-то мяч остался, и плакаты, в том числе, ещё огромный плейлист с кей-попом в ВК. Я кей-поп, у меня есть тоже некоторые треки в плейлисте, в контактном, в контактном плейлисте, короче, некоторые треки с кей-попом есть, но, как бы, я так как-то нейтрально, знаете, мы тоже потом делали и кавер-танцы под кей-поп, и в сценках, часто мы зло использовали, ну, то есть, короче, мимо нас, конечно же, не прошло, вот, но, чтобы я там, допустим, начала разбираться в группах, нет. Я до сих пор, вот, покажи мне любую корейскую группу, я, даже если она супер-мега популярная, я не, я не просто скажу, я, я не знаю, я не знаю, кто эти люди. Она явно хиппи, окей. У меня есть книги по чародейкам, мультик, фигня, комиксы не сохранились. Книги, книги или книги, сборники комиксов, потому что у нас, допустим, продавались одно время книги, но они были собраны из страничек комиксов, то есть там, типа, первая, большая арка, или пару первых арок было в книжном виде издано, у меня они тоже есть, вот, а потом пошло дальше в комиксах. Ну, в смысле, оно и было изначально в комиксах, потом такие танкобончики в твердой обложке были. Схема Изи, да, даже ребенок справится, справится, Изи одобряет. Помню, Винкс, сестра двоюродная подсадила. Я из Винкса за все время видела только одну серию сама, но это была какая-то совершенно рандомная серия, вырванная из контекста, и я поняла только то, что там есть девочки, и у них есть мальчики, все. Больше я ничего не поняла, ну, то есть, ну, просто подумайте, вот, просто смотрите рандомную серию в середине сезона, ни черта не понятно, вот, ну, то есть, нет, в принципе, наверное, я думаю, если бы я вот была того поколения, который, я думаю, что, короче, Винкс для своего поколения было, как для нас, вот, целый рмун в свое время, то есть, вот эта вот стилистика Махасетца, она все-таки для девочек очень привлекательная, и я думаю, можно было с таким же успехом подсадиться и на Винкс, если бы в то время был Винкс, а не Силер Мун, потому что, ну, по сути, они не то, чтобы там все эти Махасетцы сильно отличаются, хотя, конечно же, если же так вот скажут, то, конечно же, то Махасетца, который ты смотрел в своем, там, юности, детстве, но, конечно, лучше. Чародей. Мадоке ничего не отличается. Ну, Мадоке это уже постмодернизм. Ты еще вспомни, вот, что мы с тобой смотрели про там, где с оружием обе девочки бегали. Kill on kill? Нет. Там, где пистолет, сердечко было, что-то там еще, там, где ведьмы, про ведьм, что-то там. Ну, это вообще пара не варит. Ну, короче, да, ну, то есть, как бы, в общем, это уже другой пласт. Это уже для прошаренных. Сними свой мерч по чародейкам, ага. Не, ну, там просто тонна комиксов и все. Комиксы и книжки, у меня никакого мерча по ним нет. У Пушина были около 20 миллионов на наши деньги. У Пушина были долги около 200 миллионов на наши деньги, которые оплатил император из-за того, что у него красивые стихи. А еще он был в ссылке. А, у Пушкина, у Пушина. Я думаю, какие у Пушина долги? Какой император? Ну, я это самое. Все стены и потолки были в лизунах. Да. Я тоже в Пушина. А, тут не только я про Пушкина с Пушиным перепутала. Может, что помню, в начале нулевых были популярны такие брелочки сердечки. Там плавала красная жидкость и сердечко внутри. Помню, такие раздавали однажды, потом неделю комната бензином воняла. Что-то вспоминаю такое, вязаные игрушки нужно наполнять. Да, как правило, вязаные игрушки надо наполнять холофайбером. Ну, это такой синтепух называется в простонародье. Короче, такой синтепон, только он в шариках. Хорошо объяснила. Ну, короче, вот я скоро буду наполнять, и ты посмотришь. Собственно, я уже довязываю ряд, и дальше там надо будет убавлять мордочку. Я думаю, что мы доубавим до определенного... Вот сейчас пойдут убавки уже. Все. Собственно, отсюда мы... Тут еще один ряд, наверное. Убавляем пушина. Ведь у нас такой пушинистый пушин. У него полоски, а дальше мы скукоживаем пушина обратно. Попить, что ли? Что-то я реально хреплю. Группа называется Шаобау. Да, наверное, она. Так, что-то у нас там все разболелись, давайте лечитесь, народ. Закончилась презентация, я думал, я один такой, кто узнает о трендах последним. Я думал, кей-поп только два года назад стал популярен, и как со всеми... И так же, как со всеми локальными мемами. Нет, кей-поп был популярен уже достаточно давно. Вот, ну, он просто как-то... хотя вы знаете, если ходить на аниме-фестивали, то мне кажется, что кей-поп там завсегдате сейчас. Сейчас, знаете, такие аниме-фестивали, которые уже совсем не аниме. Вот, сейчас и мультифандом, и кей-поп из всех этих самых... Вот, нет, он пришел в Россию уже достаточно давно. Просто, что, может, как-то внимания не обращали, но это уже такая тема темная. На следующей неделе будут хотя бы новости? Толян, я, честно говоря, не знаю. Сейчас, короче, вот на этой... Я просто не знаю, что делать с новостями еще на этой неделе, в плане того, что у нас же выставка игрушек, и в зависимости от того, как новости с этой выставки игрушек будут. Может быть, мне придется выпуск вообще переносить на понедельник, а может быть, нет. И последующую неделю я не знаю, будут ли бы наоборот еще новости, либо наоборот будет полная тишина. Как пойдет? Я не знаю, мне серьезно нужен перерыв, чтобы просто позаниматься крафтом, потому что у меня получается, что я не могу уделять и стримам, и видосам, и крафту равнопропорциональное время, ну вот, то есть, чтобы заниматься тем, 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 еще и домом, да, вот, поэтому я, конечно, что-то крафчу, но это что-то, как правило, получается делать уже, знаете, совсем вечером, а мне это как бы не очень это самое и мне банально надо доделать людям долги, потому что мне самой неудобно, что я вот тяну что-то там куда-то кого-то за хвост, вот, поэтому мне просто надо реально сосредоточиться на этом, поэтому если там же еще просто фигурка вышла, поэтому не знаю, как пойдет, три убавка, вот, может будут новости, может не будут новости, мне надо позаниматься серьезно, вот просто вот как вот с утра до вечера только этим, потому что я просто да, то, что львину вот даже на просто на оформление видосов тратится столько времени, вы не представляете, вроде ни черта не сделал, а день уже закончился, вот, а там как бы заказы просто сложные, вот, и надо сосредоточиться, то есть такие, ну я вот потом сниму отдельный влог, потому что там не то, что можно прям, знаете, так, не включая мозг сделать, прям книги по чародейкам о сборнике не хотела покупать, слушай, возможно, да, что-то вот ты сейчас говоришь, по-моему, да, что-то я припоминаю, что, наверное, были еще и просто книги, вот я, их у меня, к сожалению, нет, изящная схема, моя сестра увлекается не понями, а лошадями, но это хорошо, у меня тоже есть подруга, которая, вот я увлекалась аниме, она увлекалась лошадьми и классическим рисунком, она меня даже на ипподром как-то водила пару раз, мы с ней там кормили лошадок, вот, ну причесывать я их не стала, вот, ну, короче, да, у людей самые разные увлечения, выросли нам, выросла на мультике Винкс, даже два диска было трейлерного сезона расстроил, а там они что, еще выходят? вот это да, вот это поворот, я думаю, они уже не выходят, как только ты перестала остановиться так я не смотрела никогда, да, короче, да, все, мы поняли, что пушин женского было, это такое же откровение, знаете, как когда, а вы знаете, что Hello Kitty это девочка, вот это поворот, ну, это так, так, мать, ну, в смысле, да, человек-девочка, ну, в смысле, да, девочка-девочка, не девочка-котик, а девочка-девочка, очень странно, девочка-девочка, но, странные английские эти самые, мои школьные времена Винкс были как культы, я во всей этой тусе тоже была, журналы, фигурки и прочая фигня по ним, короче, вообще прям, но со временем Винкс схватились, и я плавно перешла на чародей, которые были просто эпичные, менее девчачьи, ну, вот согласна, что чародейки, знаете, вот все эти Махатюдзе, чародейки наиболее такие нейтральные, они, конечно, тоже там мальчики, тоже там превращение, вот, но, как-то, знаете, так более в спокойном, что ли, манере, то есть, никогда не было у меня такого оверблесток там из глаз, и все такое, плюс у них такая немножко фэнтезийная тематика, приятные такие достаточно, девочки, так, наверное, где-то тут должна быть морда пушина, которую, наверное, надо уже вышивать, в общем, нам тут осталось только закончить лицо, в смысле, круг довязать, вот, то есть, как бы, вот, кот, это кот, знакомьтесь, так, сейчас я на всякий случай проверю, ну, да, то есть, вот, наполнить, набить, пришить, и это самое, дальше, мне нужна фотка, сейчас мы с вами свяжем ему хвост и гриву, потом будем пришивать, вышивать и прочее, я смотрю, куда ему морду вышивать, ну, короче, кот вот такой, вот, где-то тут ухи, такие, где-то так вот ухи идут, это ж уши я взяла, а не лапы, короче, тут как бы уши такие, по низу лапы, и, соответственно, морда, вот, нет, картинка, давайте быстренько свяжем вам несколько полосочек, и рок, рок, главное не забыть рок сделать, несколько полосочек этих самых, я ему просто спиралик свяжу, у него есть, конечно, свой образ кота-единорога, пушин-единорог есть, но я решила, что я не буду особо париться, и просто сделаю ему рандомную, спиральную, ту самую, прическу, потому что, как бы, пряжа пропадать, шесть, семь, восемь, семь, ну, в плане, она такая классная, хочется из нее вязать, а времени все время, мне еще от ершика, так, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, еще от ершика два таких моточка, тоже градиентных, лежат, ну, я думаю, пятнадцати хватит, вот, поэтому, как бы, да, сейчас я чатик гляну, я просто сделаю первую, чтобы не забыть, спиралька очень просто вяжется, просто набираете воздушную цепочку, и потом по два столбика, без накида, а, с одним накидом, господи, со второй, я же со второй начала, сейчас я начну, да, короче, набирайте цепочку, две подъема, и потом в обратную возвращаетесь, и делайте такие фиговины, и она со временем будет закручиваться, по две в каждую штуку, ну, и, соответственно, можно, если надо толще, то по три, с двумя накидами, так, мышка, раньше ходил, вот, сколько ходил раньше на аниме-фесты, не то совсем, у нас атмосфера приедет, среди анимешников много детей мелких, но и девушек, школьниц больше, музыка зато всегда классная была, ну, аниме-фесты, да, более девчачьи, во-первых, мероприятия, больше всякого косплея там, вот, ну, короче, броняшные, фесты, да, достаточно сильно отличаются от анимешных и мультифандомных, ну, даже от анимешных, мультифандомные ближе, наверное, к броняшным, потому что там больше взрослых людей мужского пола, назовем это так, мне интересует вопрос, как вы будете жить на пенсии, вы ведь сейчас не работаете, Иришка, ты думаешь, если ты сейчас будешь работать, ты будешь хорошо жить на пенсии? Нет, ну, правда, я, как бы, посмотрите на окружающих вас пенсионеров, и подумайте, сильно им эта пенсия помогает, на хорошо жить на пенсии, может тот пенсионер, который закончит, закончит, выйдет на пенсию в очень высоком, каком-то, вот, если вы будете работать в государственном учреждении, если вы выйдете на пенсию в очень хорошей должности, в очень хорошей должности, то тогда вы будете получать, ну, так, более-менее, и то, я бы не сказала, что шикарно. Хорошая пенсия у военных, вот, точка, точка, хорошая пенсия у военных, точка, Если вы не военный, вы хорошую пенсию можете вот за выслугу лет, если на госслужбе выйти в пенсию там в должности какого-нибудь, я не знаю, там замначальника начальника. Если выйти в должности более низшего ранга, то пенсия ваша будет, знаете, вот прожиточный минимум и минимум. То есть, к сожалению, наше государство не особо как-то... Ну, короче, на пенсию среднестатический пенсионер может прожить очень-очень с натяжкой, поэтому, конечно, лучше как-то либо свой бизнес строить, либо еще что-то, потому что, я не знаю, либо вкладывать в течение жизни в что-то, что вы потом можете как-то запустить, продавать, я не знаю, вообще что-то. Не знаю, покупать золото, бриллианта, квартиры, и потом их сдавать, потому что, ну, серьезно, я лично, я отработала 7 лет, и что-то, знаете, такой перспективняк, бесперспективняк, всю жизнь горбатится на неинтересной тебе работе, и в итоге... Да, а потом этот пенсионный возраст все отодвигают и отодвигают, и вообще не... Да, не факт, что ты до него доживешь... Ты будешь путешествовать на шикарном лайнере, да? Или с этим же лекарством сидеть в телевизоре. Я пришла к выводу, что все-таки лучше прожить жизнь как-то, чтобы тебе было не это самое, а не тратить ее на работу, которая вообще... Ну, не то, что прям противна, но которая тебе не нравится, вот. Вот. Насчет, как потом жить, я не знаю как, честно. Я даже не уверена, что я лично дотуда доживу, поэтому... Это были... Тусачки. Все. Тома не дожила. Все. Так, там локальные сходки. На планшете видно твое отражение. Ну, понятное дело, он же отражает. У меня есть почти все книги, потому что к нам не доходили, а про лабиринт я не знала. Свинкс пересела на Монстер Хай. Если шапка Мурлока это не со включенными мозгами, то что за нестандартный заказ, для которого нужны включенные мозги, шапка Мурлока? Нет, шапку Мурлока я тоже очень долго делала, ершу, вот серьезно. Я очень долго ершу делала. Ну, в плане не то, что я ее долго делала... Но, понимаете, проблема с... Ну, таких штучек, которые сделаем. Проблема со сложными заказами в том, что тебе надо вот реально не просто сел и не думая делаешь, а тебе надо сесть более-менее с свежими мыслями, чтобы то, что ты никогда не делал, сделать, да, или то, что ты только представляешь, как сделать. Вот, и шапку Мурлока, поэтому я делала... Ну, не то, чтобы я ей долго по времени делала, но мне было очень сложно найти время, чтобы за нее сесть. Именно вот найти время, чтобы был мозг не прокипяченный стримами, видосами и всем-всем-всем вот этим. И вот такая же ситуация сейчас еще с несколькими заказами. То есть не то, что они там феноменально сложные, просто они включают такие пункты, которые я... Так, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Которые они включают такие вещи, которые я раньше не делала и которые мне надо, как бы, хорошенько подумать. Кстати, кто позже подошел... Вот, допустим, я показывала... Вот, допустим, я вижу сейчас такую вот поньку. Ну, вы ее уже видели, да? Мне было достаточно непросто придумать самой вот эту вот сидячую позу, вот эти все ножки, ручки, лапки, там, все что-то самое. Вот, то есть мне реально... Такая голова там. Это реально, как бы, надо было вот серьезно на это самое. То же самое мех я красила. Я никогда не красила мех, и мне тоже, знаете, я неделю ходила. Я уже купила все краски и ходила неделю, ждала, пока у меня будет время, чтобы просто, как бы, никуда не торопясь сесть и посмотреть. Ага, вот так-то вот, надо вот добавить больше этого туда-сюда. То есть, когда я занимаюсь видосами и стримами, у меня времени вот на что-то спокойно поделать по крафту практически не остается. Потому что я заканчиваю все вот эти дела по видосам где-нибудь вечером, ужинаем, и за крафт я могу сесть там уже после 9-10 вечера. Ну и сами принимайте, в каком состоянии я за него сажусь. Такое же. Ага. Отпустите меня. Вот. А в обратную сторону не получается, чтобы, допустим, там, днем покрафтить, а вечером там помонтировать так у меня не получается. Потому что, ну так график просто привязан к стримам, к выпуску видео. Не, ну как бы, я считаю, что видеоблогинг и стриминг это тоже, ну, это тоже своеобразная работа. Я имею ввиду свободу, любая работа в свободном режиме, это значит, что у тебя вообще нет выходных. А, ну это да. Об этом все забывают. Что, когда ты работаешь фрилансом, грубо говоря, то, да, ты работаешь без выходных. Да, нет, даже... И без отпусков. Без отпусков. Даже не так, просто любая работа на себя, ты работаешь круглосуточно фактически. Очень редко удается сочетать людям работу на себя и вот... То есть, либо это офис с стабильным этим самым, либо ты работаешь как бы на себя, чем бы ты ни занимался, но, скорее всего, ты будешь это делать без выходных. Потому что ты понимаешь, что полностью зависит твой успех, зависит от того, сколько ты поработаешь. Ну, грубо говоря. Поэтому бизнесмены, которые свои дела ведут, они тоже постоянно просто пашут 24 на 7. Особенно на первичных этапах. Я тебе игрушку из детства в посылочку положила. Спасибо, Идаль, как мило. Пушинрок? Да, Пушинрок. Сегодня еще не рисовала, надо что-нибудь наладить, пытаюсь каждый день рисовать. Это хорошее, кстати, это самое. Я вот пытаюсь два раза в неделю сейчас заниматься спортом и два раза тренировать музыку. Но на этой неделе я еще ни разу не делаю ни того, ни другого. И что-то мне уже, это самое, надо срочняк брать себя в копыта и делать. А то я месяц продержалась, и что-то вот месяц прошел, и знаете, что-то щелкнуло. Но нет, надо продолжать. Надо срочно продолжать. А то это самое, так валенком буду. Носки вяжут снова, ничего себе. Вы краситесь перед стримом, я почему-то все время на планшет смотрю. Нет, перед такими стримами я не крашусь. Я крашусь только перед стримами в субботу, поэтому... Ну, я не знаю. Вы не смотрите в планшет. Если вы там что-то увидите, вы увидите меня не накрашено. Максимум. Вот. Ну, а какой смысл мне краситься, если вы меня все равно в вебке как бы напрямую не видите? А в отражении что вы там увидите, я ж не знаю. Может вы ничего такого и не увидите. У меня ножницы приклеились к планшету. С обратной стороны думаю, что горохочет. Боже. Хотя зачем ей планшет? Мы же уже решили, что там просто... А нет, мне нужна фотография морда. Тоже сейчас нужно найти какой-нибудь фестиваль, что интересно будет проходить в апреле-майе. Из поняшного. 7 апреля Пани Ребрик в Питере. 21 апреля Фоллаута Квестера Пати в Москве. По поводу не поняшного... Я не знаю. Обычно где-то в апреле проходит этот фестиваль японской культуры. Не анимешной, а именно японской культуры. Как он? Хинаде? Не Хинаде? Или Хин... Да, Хинаде, по-моему. Вот. Он обычно проходит как раз-таки в апреле от японского посольства. Там очень здорово. То есть, если вы просто поклонник не именно там... Там, конечно, тоже всякие косплееры и прочее-прочее. Но там именно японская кухня, японские лекции по всякой истории Японии, истории костюма. Там всякие там... Прочее-прочее. В общем, такой вот... Всякие мастер-классы. Если мы с крысом были один разок, очень здорово. Именно если вы не просто там анимешник заятлый, а именно вам нравится культура Японии. Вот. Но я думаю, что если вы анимешник, вам все равно культуру Японии любопытно посмотреть. Вот. Ну, для разнообразия. Потому что аниме-фестиваль это все-таки аниме-фестиваль, а вот фестиваль японской культуры это все-таки фестиваль японской культуры. Вот. Толян у нас здоровый за всех. Хорошо, когда человеку хоть есть хоть чем-то заниматься. Я вообще пока не представляю, что буду делать после окончания универа. Скорее всего, придется искать работу и вряд ли мне получится начать делать что-то интересное. Ну... Да. Да. Есть у нас такой пунктик. Ну, в плане того, что... Ну, это вообще, эту тему можно обсуждать вот с работами с этими. Ну, в любом случае, после университета поработать не помешает. То есть, если нет каких-то определенных планов, то, конечно, пару лет поработать, тройку, в любом случае, будет полезно. Ну, ты хотя бы поймешь, как на своем опыте, как у нас работает общество и прочее, прочее. То есть, в любом случае, я считаю, полезно трудовую практику несколько лет после университета провести. Потому что... Ну, реально, этому... Этому только научат жизнь. Потому что... Этому ни разговоры, ничего такого. Пока на своей шкуре не испытаешь, как говорится, не поймешь. Поэтому тут, конечно, мне кажется, особо думать нечего. Если у тебя нет какого-то семейного бизнеса, которым можно помогать... Ну, в смысле, можно заняться, помогать родителям, то, конечно же, надо куда-то устраиваться и несколько лет проработать, а потом уже решать. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, говорю. У нас магазин называется Синтипух. Хе-хе-хе. Прикольно. Сначала смотрел все серии Винкс, потом надоело, пересел на Чародеек, посмотрел совсем чуть-чуть и мне не понравилось. Пересел на Бакуган, мне прям очень понравилось. Хе-хе. Потом, когда все серии пересмотрел, я пересел на Gravity Falls. Когда он закончился, я даже сейчас вон от этого мультсериала, я пересел на Star. Он мне прям очень понравился. Был один большой минус. Хиатусы. Кстати, да, сейчас выходит четвертый сезон Star, и я наконец-таки может сяду ее посмотреть. Так, день 14-го, да, февраля. Раньше же РБК был в мае, сейчас в ноябре. Интересно, из-за чего перенесли. Ну так, сейчас РБК немножко другие люди делают, чем когда он был в мае. Ну, на самом деле, просто, я думаю, с арендами связано, с всем прочим. Обычно на мае достаточно сложно место забронировать, ну, на весну, потому что многие компании проводят свои какие-то тоже фестивали, семинары, тренинги. Вот, и вполне возможно просто выбрали более дешевое время для проведения. Ну, плюс они проводят в ноябре, вот, допустим, последние два раза, потому что там вот эти большие выходные ноябрьские, вот, а просто на большие майские выходные у многих свои дела типа там картошки и прочего, то есть, как бы, ну, тоже широкие выходные с одной стороны удобно, но с другой стороны у многих другие дела есть. Вот, а в ноябре как бы уж особых дел ни у кого нету, поэтому спокойно можно как бы провести. Ну, и на самом деле просто сейчас главный организатор РБК тот, который в свое дело делал дерпфест, а первый дерпфест был в свое время осенью, потому что как раз таки весной был РБК, то есть в один год был весенний РБК и осенью дерпфест, и после этого как раз таки стали делать организаторы дерпфеста, стали делать РБК, ну, грубо говоря, и поэтому РБК теперь осенью, потому что так получилось. Ну, вот, ну, вы поняли. Ну, просто не делаешь людям раз в полгода конвент? После окончания университета два года работала официанткой. Я никогда, вот, кстати, в таком не работала, вообще не представляю, как там, что там. Ну, тоже, я считаю, как бы, лишним опытом не будет. Прям как в анекдоте, что высшее образование только уборщицы. Кстати, да, есть такой анекдот. Меня одноклассник инопланетянином назвал. Ничего себе. После занятий я уже не соображаю. Вот и есть. Ещё есть Эверфри кого-то. Эверфри, кстати, по-моему, не проводили же в этом году уже. Он, по-моему, в прошлом году только последний раз был. Ну, в смысле, в 2018 Эверфри разве был? По-моему, в 2017 они зимний проводили, и что-то я не помню. А потом они в 2018 делали или нет? Или забили? Что-то я не могу вспомнить, серьёзно. Ну, всё, в такую кашу уже сплошную смешалось. Так, мы, интересно, начнём вышивать сегодня мордочку? Пушину или нет? Или будем довязывать хвосты? Так и знала, что хвосты можно навязать немножко заранее. Ай. Так. Ладно. Держаться, не сдаваться. Там всё ужасно. Ну, я охотно верю, потому что работа официанта подразумевает, как правило, два через два, но ты при этом потрачишь там по 12 часов. Ну, то есть, весь период открытия заведения. Мне, наверное, кажется, это сложно, плюс на ногах постоянно, плюс с едой, в принципе, работать, наверное, такое себе. У меня как-то и знакомых тоже, по-моему, никто не работал. У меня одна знакомая, помню, на... То ли на Бористу она... Да, на Бористу, по-моему, на курсы проходила, но она в итоге так и не работала. Ну, это немножко другое, конечно, но... С той же оперы. Привет от Руби. Она в федеральном конкурсе участвует по косплею. У-у-у. А с чем она конкретно участвует, не знаете? Сестра играет в две игры про коней. Старстейбл, да, это мне говорили. А Алисия, это я не знаю. Алисия корейская, но ее закрыли, но сделали другую версию игры для всех желающих. Это русские были с ССО. Обычно ее так называют. Игра основана на донате, там дорогие цены, моделирование не очень. Ну, сейчас почти все игры основаны на донате. Даже если они платные. Ну, я вот именно к лошадям-лошадям, знаете, как-то, ну, так, достаточно ровно отношусь. А на чем должны быть еще основаны игры? На арабском труде разработчиков? Потому что как-то, ну, то есть я ничего против них, ну, как бы, лошади, хорошо. Лошадки, да, классненькие, вот. Но, как бы, вот, если назвать любимое животное, то для меня это, конечно же, кошки. Так, давайте решим так. Значит, Пушин, у тебя будет хвост из трех таких штук. Да, наверное? Потому что одной мало или две. Сколько ему на хвост таких? Одна как-то совсем коца смотрится. Наверное, может... А в гриву тогда сколько? Может, еще грива нужна? У нас Пушин с локонами такой. Ну, я бы, наверное, три сделала в гриву и три в хвост, наверное. В хвост и в гриву, да. Только в гриву вот так вот, наверное, чтобы они вот так на бочок свисали. И хвост такой. Может, я хвост одну? Ну, как-то одна совсем такая, куценькая, хвостик. Что вы думаете? По поводу, сколько мне таких штук куда вставить ему? Руби будут делать косплей на Салли Фейс. Я думаю, что у меня есть план на А и Б. Первый для страховки. Пойду на работу, чтобы иметь стабильный какой-то никакой заработок. Потом уже, если не сработает план Б... А, если сработает план Б, уйти с работы. Ну, это понятное дело. Что с работы уйти всегда, знаете, как бы проще. Ха-ха-ха-ха. Если другой возможность появится. Наконец-то замотала в клубок пряжу, которая распустилась. Молодец. Пушин пони? Да, Пушин единорог. У нас Пушина единорога Пушина. Пушинистая единорога. Три, четыре, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, пятнадцать, семь. Ти-тенадцать, пятнадцать, пятнадцать, пятнадцать. Ну чё, сколько думаете в гриву, сколько в хвост? Ему таких прядей. Ну в гриву три, я думаю, тут без вопроса. Вот в хвост одну или три? Вопрос века. Три пряди в хвост Пушину или одну? Или девять, как девятихвостом у лиса? Три пряди в хвост? Три? Три? Может, что-то среднее? Две пряди в хвост? Три? Три? Может, что-то среднее? Две? Сделал такой вывод нас. Чего нас? Не общество нас... А, нас калечит не общество, нас калечат родители. Недавно новость слышала, что ребенок не хотел из каши, так заботливый отец задушил детенка. Ничего себе. План Б стать фуриартером и начать что-то делать в ютубе. Ну, удача в творческом начинании. Будем надеяться, что получится. Не, сейчас на самом деле достаточно много вариантов, как и артами на жизнь зарабатывать, ну вот, и видеороликами в какой-то мере. Если относиться к этому как к заработку, а не как я. Короче, сейчас достаточно много способов... Хотя, в принципе, наверное, в любой эпохе появлялись способы заработка денег, которые в свое время, ну... Подавляющее большинство не понимало, скажем так. А потом они становились обычными, как бы. Ты можешь себе представить? Буду продавать. Да. Три грива, две хвоста, две, три туда, три туда. Пушина, Селестия, да, вообще. Ласкачет, у меня тепло, но этот мерзопакостный период, погода осенней толстовки, еще холодно, а в зимней курсе уже жарко, терпеть не могу. Кстати, да, вот сейчас начнется то самое замечательное время года, когда, да, в осеннем еще, это самое, холодно, а в зимнем уже жарко, и вот это еще солнышко, когда начинает пригревать, когда, знаешь, утром минус пять, днем плюс пятнадцать, вот-вот, любимое. Что-то я уже с трудом вяжу даже. Видите ли, как скорость падает? Такой уже. Вот я вот, я протаскиваю эту ниточку. Будет стрим, где ты будешь рисовать на бумаге? Ну, только если раскрашивать на бумаге, потому что я на бумаге рисовать-рисовать уже сто пятьсот лет не рисовала, только скетчи какие-то делаю, поэтому если от меня какой-то стрим и будет с бумагами, то это будет раскрашивание просто. Потому что, ну, я не могу похвастаться скиллом рисования на бумаге. Для меня, честно, из-за планшета там сейчас все еще очень стрессово что-то делать. Тоже вот некоторым все никак что-то не нарисую, потому что... Серьезно. Такой садишься, такой, я не могу. Вот, но надо-надо себя, самое, опучивать от депрессивных мыслей. Люблю такую погоду, где утром минус пять и днем плюс пятнадцать. Селешина? Селешина, да. Белшина. Это ротчик с соседней курткой в самый раз. Но у нас еще до этого не дошла, у нас это будет через месяцок. У нас пока стабильная ноль минут десять. А, рассказать прикол по поводу ноль минус десять? Короче, я вот буквально тут вчера или позавчера такая вспомнила, что я в октябре не убрала сетки москитные с окон. С середины февраля Тома вспомнила, что она в октябре не убрала сетки с окон. Представляете себе? Такая, я такая, ооо, сетки! Блин, а че их уже-то сейчас снимать? Это вообще, конечно, был просто эпик. А, давайте мы сделаем еще одну, ну, такую коротенькую. Будет как бы, ну, не две равнометных, а вторая коротенькая. А, покажи граф-планшет, если он недалеко. Не, он далеко, он убран, но я... Короче, у меня тут не особо много места перед компьютером, поэтому я его, если не работаю, я его убираю в шкаф. Вот это? Нет, планшет. Графический. Зачем их снимать? Вот знаете, хороший вопрос. Не, на самом деле, просто мне кажется, для пластика не очень хорошо на морозе торчать зимой. Мне кажется, они быстро поломаются, так, не? Мы их, в принципе, не снимаем. Норм, я убрала только перед Новым Годом. А я вообще забыла про то, что я их, в принципе, собиралась убрать. Я обычно убираю, потому что, мне кажется, они могут начать... Ну, в смысле, по крайней мере, у нас, солнечная сторона, у меня уже половина этих щеколдочек отлетела от жары. Я думаю, что мороз на них действует ничуть не лучше. Вот. И, короче, ну, наверное, переживут, конечно, но я привыкла все-таки их снимать на зиму. Вот. А я что-то, короче, протупила. По какой ночь кто-то ложится? У нас птички сетки расклёвывают. М-м-м. Не, у нас птички ничего вроде не клюют. По крайней мере, я не видела. Вот. Но... Ну, ладно, посмотрим. Ну, я не знаю. Мне казалось, надо снимать. У нас, по крайней мере, все снимают. Мне кажется, у нас в доме у единственных сейчас висят. Когда надо будет посмотреть, да, и приколы. Не знаю. Ну, может быть, и не зачем. А какой смысл у них зимой? А то, наверное, если их не туда-сюда не снимать и не ставить, возможно, и эти штучки ломаться не будут. Которые, ну, школочки. По крайней мере, я не видела. Ну, да, по крайней мере, я не видела. Ну, мало ли они там, знаете, под покровом ночи сидят и грузут эти сетки москитные. Ну, какие-то там есть эти самые, но, по-моему, там скорее от кошек. Знаете, любительницы лапами своими тыкать в окно. Так, все, короче. Наверное, чтобы чаще мыть. Не, ну, это понятное дело. Я, вот, я обычно, короче, как делаю. Зимой снимаю. Точнее, осенью снимаю на зиму. И весной мою окна и возвращаю сетки. Помытые. Ну, где-нибудь там. В начале мая. Серое, в середине июля. Да не, ну, обычно в мае. Вот, и, короче, как бы, ну, чистенькие окна, чистенькие сетки. Все, короче, ми-ми-ми-сю-сю-ня-ня-ня. А в этом году что-то вообще протупило. Так. Давайте начнем с хвоста, наверное. Так, у меня голова еще не довязана. Так. Вот это надо убрать, чтобы не мешало. Сюда, допустим, безголовый пони. Что-то мне поранится. Расчлененный пушин. А как я ему на рок отмотаю? Ёлки-палки. А то я не подумала. Где тут вторая нитка? Где у тебя второй конец? Признавайся. Надо было оставить на эту самую. На рок. Сейчас я тут немножко отмотаю с другого кончика. Ну, чтоб рок сделать. Наверное, хватит. Укладываем внутренности обратно. Вы ничего не видели. Ничего не было. Так, окей. Хвост. Наверное, розовый хвост. Или... Нет, в принципе, хорошо вот так вот с переходом будет, с градиентиком. Томара вырвала сердце прядок. Профессиональным движением хирурга Тома извлекла. Да. Ну, а что делать? Крепота какая. А вы думали? Ну, вот видите, ушки и лапки я сообразила заранее связать. А то, что мне еще на рок надо будет эта штучка. Это я уже не подумала. Пряжки. Бывает. Че поделать? И вот сюда, в круг. Ну, наверное... Ладно, повыше. Повыше. Ладно, не прямо в круг. Сюда куда-нибудь. Препарирование клубка. Тома настоящий фантомный вор вырывает сердца клубков. А вы думали? У меня стримы по персоне даром не прошли. Ну, кстати, некоторые есть техники вязания, когда вяжут в две нитки. То есть, сознательно, не как я там забыла, а сознательно делят клубок на две части и берут, короче, в две нитки. Нитка оттуда, нитка отсюда. Так, какой-то стороной повесить. Чай. Привешу. Наверное, все-таки тут будет прикольнее смотреться. Такая ми-ми-ми. Это очень важный момент выбрать, в какую сторону будет хвост. Ну да, наверное, вот так все-таки. Ну, то знаете, как хвост пришьешь, так он и будет болтаться. Так. Поэтому это очень важный выбор. Я только балка Уитцеца... Уитцеца... Уитцеца выбила в Японии ферме. Я сегодня, кстати, перед стримом получила чайную вот эту вот штуку. То есть, короче, уже следующий этап, который с Applejack был. Вот. Но у меня один бустер при этом. Я с одним бустером играю. Я думала, рогу будет белый, как на арте. Не, я, кстати, смотрела. Я потом посмотрела еще мягкие игрушки. Я решила, что нет. Я, наверное, сделаю все-таки в цвет пушина, потому что... Ну, раз уж я все равно не делаю ему гриву в цвет арта, то, как бы, я уже сделаю и нормальный рог. Раз уж я все равно не имитирую 100% арт, как бы, пускай он уже будет с нормального цвета рогом, а не картонный приклеенный белый. Вот. Потому что, да, на арте он с белым рогом и там у него желто-зеленая какая-то грива. Ну, короче, я решила не в канон. Просто идею взять и, как бы, это... Original контент. Так, у тебя мы как решили? Ты что, кверх? Вниз. Нет, тебе, наверное... Поросячий хвостик. Хвостик поросячий. Типа. 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 Awesome. Типа. 1 час. Субтитры сделал DimaTorzok На арте На арте-арте Ну, короче, в оригинале у него там вот такая Грива, ну, вы видите там Короче, на этой самой, на превьюшке В общем, я исхожу из того, какая у меня Классная пряжа есть И из нее мы уже делаем классную гриву Классную пушину Постоянно тыкая Наушником в камеру Потому что я все еще Обнимаю камеру Наушником в камеру За что, по пони ферму, 20 камней дали? А за что 20 камней дали? Просто так, за красивые глаза? Или, может, там какие-то компенсации? Там какое-то обновление было? Может, баги какие-то правили? Интересно, кстати, а будет какой-то подарочный код на 14-е еще или уже нет? У меня этот вопрос вечно дети задают в комментариях А когда будут еще коды? А сделай еще кодов Что тебе залк, Столи? Кодов еще сделать Вообще, в самом деле Обленилась коду не делаю Хотела бы учиться во Франции После окончания 11-го класса Ну, насколько я знаю Париж очень своеобразное место Ну, в смысле Да, у него образ такой, знаете Романтичного города и все такое Но Узкий не очень уход Как это? Ну, не то, что Понимаете, просто там Центр Парижа Очень далек от идеала Которым его все считают Вот И как бы В общем Если так Ну Не знаю Я бы хотела там очень побывать Но чтобы там прям жить Наверное Не знаю Хотя, в принципе, в Европе достаточно неплохо Конечно же Ну, всяко не хуже, чем у нас Верно Ну, я просто знаю только то, что там Не столь Замечательно Как красует нам наше воображение В октябре у Тома везде был Хайлоуин И стримы И вампиры, и рыбака Не до сеток Да В октябре я вообще там Я говорю Я вот как В октябре начала Там вот к рыбаку готовиться Я же там Как бы Вообще Просто Ну, в плане Я потом приехала У меня сразу продолжилась Подготовка К Новому году Там тоже крафт И прочее-прочее Видео И я вот Вообще Какие-то москитные сетки Не помнишь, как тебя зовут Так Давайте, наверное, уши сначала Потом Гриву Уши Раз Два Уши Уши Рог Морда Хвост Так Уши Сейчас я Хвостик Как это Как там этот самый Который Нянкэт пел Париж Отвратный город Очень много грязи После Питера В Париже Вообще Отвратный Вот Да Мне тоже Говорили Очевидцы Что очень много Грязи Шабачьих отходов И прочего-прочего Короче Что у нас И то лучше В наших культурных Солицах Так сказать В этом плане Ловче Ну короче Да Выпланили Причем Еще Хочу обратить внимание Что в Париже Что в Лондоне Сейчас Очень дико Большой процент Иммигрантов Они как понаехали Там В нулевых 90-х И сейчас Там целые кварталы Тоже есть И темнокожих И индусов И всего на свете Вот Ну Как бы В общем Если вы думаете Что там Прям такие Все интеллигентные Европейцы И все такое В шоколаде То нет К сожалению Вот И в общем Ну такое себе Удовольствие Сейчас Проживать В тех краях Раньше Было лучше Так Ну вот так Наверное Ну тут не то Что прям Принципиально Ну дальше Мордочка Будет сужаться Так что Мы тут Просто Вот так Пришиваем Куда-то Сюда Как бы Мне так Пришивать Чтобы вам Было видно И мне было Удобно Никак Кучевое слово Между 19-20 И 15-м Так 19-20 ряд Это у нас Как раз таки Где начинается Закругление То есть У нас Вот тут Вот так Я тут Классно Так Обмотался Клубок Вокруг Этой штуки Много воров Мы когда туда Приезжали У кого-то Из нашей группы В которой Мы поехали В Париж Украли сумку Прямо Из кафе Жесть Короче Будьте Бдительней Даже В культурных Городах Нянкет В С Рейнбл Дэш Да Кстати Да Вы там Как Хотите Еще Посидеть Минут 15 Пока Я допришиваю Деталь Даже Может 20 Не знаю Или вы там Уже все Собираетесь Ну короче Дальше Стримить Не Вопрос Века Или уже Так Доделать Самой Ну тут В принципе Осталось Только Все ему Пришить Набить А ну Мордочку Ушить Еще Хотя Еще Мордочка Еще Рок Это Еще Полчаса Ребят Так что Если вы там Все сейчас Будете Расходиться То мы Можем Заканчивать В принципе Я уже Доделаю Потом Или Такие Хитренькая Тома К самому Интересному Приступила И такая Разгоняет Всех Да Посидеть Может Не надо Ну давайте Еще Посидим Чуть Чуть Но если Вам там Надо То Это Самое Вам пока Кто будет Уходить Потому что Я понимаю Что По Расписанию До Восьми Врач Сказал Морг Значит Морг Поэтому Возможно У вас есть Другие дела И планы Поэтому Я еще Посижу Минут Сколько Нибудь Сейчас Посмотрим Как пойдет Если пойдет Нормально Так У меня Это Фот Что Я сейчас Буду Пришивать Туда Да Ну что Такое Планшет Эти Что Вас Придумал Да Она Самая Интересная Ну окей Пока Короче Сидим Сейчас Делаем Вот Завтра У нас Романтическое Кафе В Контерлоте Так что Ресторан Точнее Есть Что Подходите Там Кстати В sims mobile Тоже Акция Началась На Валентина Видос Завтра Будет Не знаю Когда Правда Что ж Запись Ты Ворожей Может быть Тоже Завтра Ворожей В 11 Перенесу А Sims mobile На 12 Пол Первого Может Чтобы до стрима И то и другое Выше Уже Не парило Мне Мозг Я Я хочу Я хочу Из стран Германии Италию Японию В Америке Хочу В Лос-Анджелес Нью-Йорку Миннесоту И Торонто Я Я Понятное Дело Наверное Многие Из нас Хотят В Японию Я Вот Реально Хотела Съезд Посмотреть Потому что Конечно Фотки Это Хорошо Google Карты Это Хорошо Но своими глазами Всегда Хочется Посмотреть Вот Что в Европе В принципе Я в школьные Годы Но была То есть Я себе Представляю Что там Как Вот А вот Именно В Японии Я вообще В азиатских Странах Ни в каких Не была Поэтому Я бы Смотрела Я бы Посмотрель Что там Как У них Так Момент Где я Кто я Я смотрю Фотку Пушина Ну У него Вообще Грива Должна Наверное Из головы Ити Потому что На игрушках Его почему-то На спину Рисуют Но я думаю Мы с вами Гриву К башке Все-таки Прилепим О У него Еще полоски На голове Есть Действительно У него Еще Три полоски На голове Серых Это Я рано Убрала Это Сцены Тогда Давайте Вышьем Где тут Темно-серый Был Как тебе тут Вышить Три Положки Действительно Продолжениеping Продолжение причем их практически не видно будет из-за рога но у кота есть я вот 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 и и и и и На выходных сделал Кучу валентинок, завтра пойду дарить друзьям Ммм, как это мило Так Хотел бы без облона жить в какой-нибудь деревеньке Чтобы речки лезли рядом Ну да Это, конечно, с годами Иногда находит Привыкать к земле Да, как родственники шутят Я думаю, наверное, не у него Кому бы сделать, чтобы у него и вперед Немножко было Так, может Северную никто не хочет, только южную У нас тут и на родине норм не хуже, чем на Северной Корее У меня с английским, но вот после этого стрима пойду смотреть американский стрим Практикуешься Собираешься эмигрировать Не, ну конечно Сейчас английский очень полезен Потому что даже если вы не бываете за границей Все равно сейчас очень много медийного контента на английском И, конечно же, без этого вообще никуда Сейчас Учите английский Срочно Встали и попали Пошли учить английский Так, тут мои кошки, по-моему, уже затесываются в пушина Будут пушиться при этом Делаю своему любимому человеку Валентинку Как это мило А я, может быть, завтра что-нибудь испеку, Крис Валентинку Особенно мне нравится, что вот и в нашей стране тоже Как бы изначальный день влюбленных Быстро обросся тем, что Валентинке спокойно дарит друзьям И там, знаю, некоторые И учителям Там вообще кому-нибудь Как бы по принципу Я же вас люблю Друзьяшеньки Шесть лет учу английский в школе Все без толку Надо себя, значит, мотивировать Надо, значит, мотивировать себя То есть, если вы что-то учите У вас что-то не запоминается Значит, вы на самом деле не хотите это выучить Поэтому находите причины, по которым вы хотите это учить Например, смотреть по ней самыми первыми Без это самое Или аниме какое-нибудь Или фильмы какие-нибудь Или там комиксы читать Не ждать, пока там Допрашивать поем на американских развлечах Да, допрашивать Не ждать, пока кто-то там переведет Еще что-нибудь А такой раз И посмотрели В школе учить не получится Нужно самому Нет, понятно Ну, в школе как бы Знания, конечно же, дают Но Конечно, надо при этом Не надеяться, что вам прям учитель Все Заложит Особенно если вы чего-то не понимаете Ну, в классе 30 человек У вас полторы минуты удачи Ну да Вот Говорит бывший учитель Короче, естественно, что вам надо В основном, я считаю, учитель нужен для того Что если вот Давать Объяснять общие вопросы И если ребенок не понимает То ему подсказывают Соответственно Ребенок должен проявлять свою инициативу И пытаться что-то понять Если он что-то не понимает Подходит к учителю И спрашивает Тот ему говорит Как правильно Вот А если Надеяться, что Учитель тебя все Втолкует И за тебя все сделает Это, конечно, можно долго Да Потому что Я тоже более-менее В английский стала Понимать Только когда Вот индивидуально заниматься Потому что реально Класс большой На всех времени Просто не хватает Так Не-не-не-не-не Я опять забыла Как не отзвучит Приведу завтра день С любимой школой Да Крис Прикладывал В детстве Никогда не понимала Все говорят Мы живем на Уральских горах Хотя я ни одну гору не вижу Поломал ему детский мозг Печально А вот мы живем На равнине В оврагах Все думают Что это холмы Но на самом деле Это овраги Ну просто Да Вот Если вы Туристические Какие-то брошюры По Смоленску Можете найти Там Так Город на холмах Нет Город в оврагах Потому что Это ниже уровня моря Но на холмах Конечно Звучит красивее Мотивирует тем Что Учительница по-английскому Очень хорошая Все наши Вопросы Ответ За классную домашнюю работу 4-5 А контрольные 2-3 Чайк Ну короче Как бы главное Старайтесь Вот Может что-то Дозапомнится Ну и конечно Да Если хотите реально Что-то выучить То подумайте Реально Об каких-то Может либо Индивидуальных занятиях Либо просто Больше занимайтесь дома И все-все-все Вопросы Которые есть Потом Вылавливайте Преподавателя Как-нибудь После урока Марья Ивановна А я не понимаю Она должна Вам объяснить Особенно если Преподаватель Ну можно договориться Просто там Как-нибудь Встретиться После Занятий Обсудить Я считаю Что можно Всегда Как бы Потому что Преподаватели Заинтересованы Чтобы у вас Были Не совсем Сравные Оценки Кудряшка Кудряшка Сью Так Рог Сейчас В рог впихнем Потом Морду Пихнем Ему Рог Борду В рог Жизнь Только Я знаю Совсем недавно Делала презентацию Смоленске Возвхновлялась Тома Нет у нас Это еще Глинка Был Гагарин Из Смоленской области Нас много А Никулин У нас Тут еще Твардовский Нас Хватает Знаменитостей Местных Где там Моя Инструмента Которым Я тут Так Стучала А где он Серьезно Вот Со второго По девятый Класс Учил Дебильный Паст Континус Презент Симпл Другие Времена Я умею Устроить Приложение Но переводить И понимать Язык Меня никто Не научил У меня Кстати Тоже Было Особенно С Перфектом Это Вообще Какая-то Засада Была Вот Ну Двадцать Десять Да А Ты не Слышала Писк Я Слышала Нас Там Ужин Катарис Сейчас Еще Короче Минут Десять Будем Заканчивать Сейчас Мы В рог Вставим Хася Я Короче Последнее Время Вот Эти Штуки Тут Немножко Обрезаю Чтобы Кончик Был Более Острым Так И Среди Этих Ног Найти Эту Самую Штуку Дорога Фьючер Инзепаст Там Какой-то Четвертое Время Которое Перфект Континьюс Или как Оно Называется Вот это Я вообще Никогда Не понимала Я тут Это самое Руками Махаю За кадром Махаю Махаю Сейчас Вы скоро Начнете Что-то Слышать Урчание Моего Желудка Так что Наверное Сейчас Урок Доделаем Наверное Мордочку Все-таки Уже Вышью Без вас Заодно Она Может быть Равнее Будет Вот Потому Что Руками Вставим Реально Уже Кушать Хочется Муренс Город Особой Русской Историей Здесь Днепровский Торговый Путь Прекрещивался С Волгобалтийским Который Шел С запада На восток К великому Шелковому Бути В Китай Ну-ка Стол А напиши Мне От какого Слова Происходит Смоленск Неправильные Глаголы В английском Вообще Тема Я помню Мы их Прям учили Вот эти Все три Формы Да и в русском Знаете Тоже Хватает Исключений На самом Деле То есть В принципе То Ну У нас Прям Вот Были Эти Тетрадки Разлинованные На 3 столбика На 3 столбика С этими формами Кат-кат-кат, да Атака покемонов Кат-кат-кат Котика маскировочного принеси Это кто? Какого котика? Я уже туплю Кого принеси и куда принеси Тоба, ты кажешь, что происходит Это все эти люди Я учу японский, я не понимаю, почему мне дается намного легче, чем английский, французский Даже английский флорит не запоминаю Я пыталась учить японский Вот, но я не скажу, мне в принципе языки не освободаются Ну то есть какие-то у меня познания остались, но как-то вот Ну Сложно мне С языками Пушин с толстым рогом Сейчас мы ему вставим рог Кат, короче, да Это вообще очень здорово, если у вас какой-нибудь востоковедческий универ Это, мне кажется, мечта многих Учиться в каком-нибудь востоковедческом вузе Ну там, где есть востоковедение, в смысле И совершенно законно учить какой-нибудь японский Но у нас в Смоленске ничего такого нету Так, давай, Ириска вспоминай, ты тоже Ты делала презентацию, вспоминай про Смоленск Окей Ты-то наверняка знаешь Нет, сейчас мы пойдем вместе ужинаем Сейчас я рок вставлю и пойдем вместе поужинаем Видишь, ты хитренький, я один собрался ужинаем Есть версия о том, что оно восходит к названию реки Смольня Старославянское слово Смоль означает чернозем Ну, я могу точно сказать, что чернозема в Смоленской области нет Вообще Близко У нас суглинок сплошной везде Слова понятные А как их письменность? Ну, как-как Учить Вот так Сидишь и учишь Спасибо, Википедия А что тогда у вас есть? Суглинок, говорю же Очень много суглинка Кое-где есть торфяные залежи И угольные Немного леса Это же, знаете, называется география Смоленщины Что у вас есть? У нас, кстати, была в девятом классе География Смоленщины Предмет такой У вас есть региональные предметы вот такого плана? Там география, история родного края У нас была, помню точно, география, литература и история И все Смоленщины Ты такой весь Смоленщина Либо к антониму Смоляне Известный лингвист Станислав Росланд Пытался объяснить название города Через те славянские корни Которые есть в Силуах Обозначающих черную болотистую землю Черносем А что в Википедии написано? Ну-ка мне, процитируйте Что там про Смоленск в Вики написано По поводу названий Ну, мне интересно, там еще варианты есть или нет Нет, не было? Серьезно? Это про историю родного края Китайская письменность, кстати, да Там еще Вот там все иероглифами записывается Ну, канди, то бишь Если в японском хотя бы часть Там еще записывается Как-то частично Можно что-то словами С логовой азбукой записать То вот китайский Это вообще Привет Кубановеденье Прикольно У нас была литература местная Которая сейчас водилась к Бажову У нас была литература тоже местная Но, как ни странно Прям какие-то авторы Какого-то, которых мы мало знали То есть не то, что там, знаете Раз у нас Твардовский был То мы, значит, только Твардовского И будем читать Нет У нас много было рассказов Каких-то местечковых авторов Что там, короче, прям Прикольно было ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, короче, да Вот там девчонки скинули В общем, основная версия Которая, по крайней мере, нам, смолянам Рассказывается по поводу названия Города Это как раз, да Смоление лодок Потому что, да У нас пролегал по Днепру Путь торговый Который вот из варяг в греки Частично шел И, да Смоление лодки То есть у нас был такой Знаете, торгово-перевалочный город И вот Подремонтировать все вот это вот И, да Тут есть сосны Не то, чтобы прям там, знаете Прям вообще тайга-тайгой Но Да, есть у нас заросли Сосновых деревьев Даже вот в пределах города Прям возле Ну, собственно, да Прям почти практически По берегу Днепра Есть тут лесные всякие Массивы Сосновые И, да Действительно, смоление лодки И, да Торговый город был И есть У нас кроме торговли Практически ничего нет Серьез ли? Вот У нас какое-то время было На Смоленщине еще лед Но он быстро кончился Потому что это очень сложная В производстве культура Вот Поэтому у нас есть Водка Бриллианты И торговля С кафешкой Вот Все, короче, заканчиваем Том, иди ужинать Да Ну, какие бы там догадки не были Одно точно известно Что Смоленск Уже К первому упоминанию В летописи Это 861-й Уже был достаточно большим городом То есть Это уже был город То есть Он Даже ему больше, чем Официально В общем У нас вот такой Пушинистый пушин Ну, в общем Ему осталось только вышить Личко Лапки пришить И набить его И завершить Морду Ты смотришь В бездну И бездну смотрит на тебя Вот Ну, что, мне нравится Прикольный Я доделаю тогда Насчет записи не знаю Но фотки будут И описание под фотками тоже Выложу Да, вот Город считается, что лежит на семи холмах Но на самом деле Это овраги Жители Смоленского Смоляне Да, потому что они сидели И свалили Как это выразучало Короче, все Давайте заканчивать Приходите завтра К двум Кто сможет На контрлот Большое спасибо Что до конца Много досидели Пушин милаш Этот замечательный Пушин без лица Просто очаровательный Я считаю Так оставим Так Кто нас сегодня донатил ДНС Мирся Джейка Мари Если ты еще с нами Мария Фато И Анна Скар Продвила подписку Вот Спасибо Девочки и мальчики Огромное За поддержку Завтра Увидимся с вами В 2 часа На контрлоте Кто не смотрел Сулер Муд Смотрите Можно послушать Хотя там и посмотреть Есть что Вот Слендер Пушин Да Он будет Односторонним Но он как бы И есть односторонний Ну в плане Я его набью Он будет такой вот Немножко Объемненький Такой Ну такой вот он будет Пример Тут морда Ножки Ну как бы да Какой есть Пушин Такой и будет Вот Все Всем спокойной ночи Приятного аппетита Если кто тоже Садится ужинать И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok